Во времена СССР огромные призывные плакаты с ёмкими, хлёсткими лозунгами и яркими образами были одним из главных инструментов пропаганды. Особый вид искусства, мотивирующий на конкретное действие. Прилежно работать, быть бдительным, не злоупотреблять, быть скромным, заниматься спортом, любить детей и свою страну. Всё это отражалось в плакатах. Плакаты висели везде. На заводах, фабриках, клубах, в общественном транспорте. Главный образ был образ советского человека. Показать его в труде. Плакаты как бы сподвигали на труд, на улучшение качества продукции. Посмотришь на плакат и хочется поехать что-то строить. Сегодня советские плакаты стали частью истории, но по-прежнему работают. Вызывают эмоции даже у тех, кто и не жил в ту эпоху. Напористый красный привлекает внимание. Простые и понятные герои не допускают трактовок. А вся суть доносилась лишь одной пронзительной фразой. В своё время плакатное искусство отражало абсолютно все сферы деятельности советского человека. Сельское хозяйство, медицина, образование, наука, техника, спорт. Популяризировался образ простого рабочего. И восхвалялся самоотверженный труд на ударных комсомольских стройках Советского Союза. Плакаты были нацелены на настоящее. А вот к поколениям будущего советские люди отправляли послания вот в таких капсулах. Капсулы времени закладывали строителями фундаменты зданий по всей стране. Сегодня их текст звучит немного наивно, но трогательно. Дорогие наши далёкие и близкие друзья. Наши сыновья и внуки, как мы сейчас, принимая трудовую эстафету от старшего поколения, будут работать вместе с вами на стройках коммунизма. Эта выставка в Старооскольском краеведческом музее открыта до 1 марта. Образцы плакатного искусства времён СССР и сегодня пример яркой, чёткой и однозначной формулировки нужного месседжа. Есть чему поучиться современным рекламщикам, пиарщикам и веб-дизайнерам. Александр Сашнев, Сергей Олегвер. Такой день на мире Белогорья.